Музыка Сегодня я буду рассказывать вам о своих хабаритах этой зимы. Начнем мы сегодня с книг, унесенной ветром. Эта книга в двух томах, называется «Жизнь девушки по имени Скалер. В период войны, севера и юга». Продолжения этой книги нет, то есть она в двух томах, и заканчивается только на том, как ее возлюбленный от нее уходит. Есть секвен, как фанфик к этим книгам, уже не от этого автора. Я продолжение, написанное другим автором, уже не читала, но смотрела фильм, и он мне не очень понравился. А в Вен-Ли в экранизации этой книги просто шикарно. Я вообще не понимаю людей, которые недовольны всегда экранизациями. А что вы хотели, чтобы вам все две книги, 700 страниц в каждой вместили три часа максимум фильма? Этой зимой я также начала готовить кофе. Смысл брать стаканчики из кафешек. Можно потом налить сюда свой кофе. Это обычный американо, смешанный с кокосовой водой от компании Alpro, веганской продукции. Жалко, когда я была веганом, ее не было у нас. Но вот так я начала пользоваться и пытаюсь приготовить арт латте, который у меня никак не выходит. Этот кофе я приготовила из моего следующего, третьего фаворита, кофе Sumatra, купленный из Старбакса. Это самый крепкий кофе, который я вообще когда-либо видела, пробовала. Это Dark Roast с эмблемой Ти-Ге и Старбакса. Он пахнет просто божественно на всю квартиру. Обязательно попробуйте, если увидите его. И буквально половина чайной ложки вам хватит на довольно-таки крепкий напиток. Даже вкус молока или кокосовой воды не может перебить. Следующий мой фаворит, это собственно кокосовая вода, а не какое-то молоко. Кокосовое молоко с шоколадным вкусом пила. Миндальное молоко без сахара. И я пила соевые напитки с ванильным вкусом. А в компании Alpe, пудинги, я пробовала только шоколадный и ванильный. Потому что карамельные чего-то по бешеной цене они продают. В общем, это два моих фаворита из еды. Хотя бы. Следующий фаворит у нас печеньки Oreo. Это просто божественные печеньки. Вот это у меня подделка. Оно в оригинале просто побольше начинки. Но это действительно хорошая подделка. Это самые вкусные печеньки. И на втором месте печеньки овсяные. Самые вкусные печеньки. И не такие уж и калорийные. Ну тут сколько. 100 грамма, конечно же, будет под 500. Но в любых печеньках в 100 граммах под 500. Печеньку ниже по калорийности вы просто не сможете найти никогда. Даже в Билл Виттер, самые такие пепочные, тоже в одной печеньке 50 калорий, ну как и здесь. Так. Следующий мой фаворит уже идёт косметический. Две вещи просто неразделимы. Это не веря в бальзам в другую с маслом Макадамии. А это помада Кайли Дженнер. Бальзам я наношу как базу под эту матовую помаду. Это самая вкуснопахнущая помада, которую я вообще когда-либо нюхала в своей жизни. Она очень хорошая под консистенцию и быстро засыхает. Она более фиалкового цвета, карандаш более персиковый. Но это всё равно никак не отнимает у неё её офигительность. А вообще, а из бальзамов я вообще люблю всё, что связано с Айхом Макадамии. Так. И шампунем моим фаворитом стал Сьюз. Вот такой. С эффектом ламинирования. После него волосы гладкие, мягкие, шелковистые. Вообще, я хочу перейти в этом сезоне на продукцию Натур Сибирики, потому что, действительно, когда пользуешься ей один раз, эффект офигительный. Потому что там силиконы, парабенты и всё такое. Но когда пользуешься ей постоянно, волосы никак. То есть волосы очень быстро привыкают к всему этому. Но после того, как я перейду на Атур Сибирику, волосы где-то 2 месяца будут портиться, потому что из них будет вымываться вот этот весь силикон. Но зато потом они начнут свои лечения. Из одежды, из аксессуаров. Моим фаворитом стали вот эти вот чайщики из катона. Я их купила на Black Friday. Конечно, скидки на них, естественно, не было. Но я ношу их просто всегда, везде. Они, конечно, мне большеваты для моего запястья, но они смотрятся очень стильно. Это всё, что я хотела рассказать вам в сегодняшнем видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и... Пока!